Семь часов утра. На этих кадрах видно, как вода льется через крышку колодца, расположенного у дома Марины. А эта съемка сделана уже внутри помещения. За считанные минуты погреб наполняется водой. Марина начинает звонить коммунальщикам. Реакции никакой. Тогда супруг с соседями решает прекратить потоп самостоятельно. Всю воду перекрыли сами. Эту службу аварийную мы так и не дождались. Приехали они только почти через полтора часа. Без внимания эту ситуацию Марина оставить не могла, поэтому набрала телефон редакции 11 канала. В течение 15 минут мы прибыли на место аварии. К тому времени коммунальщики начали работать, откачивали воду. На тот момент погреб был полностью затоплен. Успели достать только вот овощи, а банки все там плавают. Там еще что-то. У нас там стоит скважина, насос, фильтр. Они тоже все под водой. Я не знаю, сколько ущерба сейчас. Что это? В общем, вот, слов нет. Аварийная служба должна реагировать-то быстро. Я говорю, я бегала вокруг этой ямы, а вода просто, она прям, видно, она вот поднимается, поднимается. Я не знаю, что мне, где я уже ведра притащила таскать воду. А как, вообще, у меня истерика была. Как пояснили нам сотрудники Полевской коммунальной компании, которые приехали устранять аварию, что они работают с 8 часов утра. Сначала шла оперативка. Потом только получили разнарядку и сразу отправились на улицу Нахимова. Поэтому задержались. Пока откачиваем, смотрим, какой поток воды. Вот он рядочком, вот видите, где-то рядом с колодцем порыв. Так что сейчас будем устранять аварию. Выкопаем, устраним аварию и запустим. Около 10 часов утра приехала дополнительная техника и начали копать. Спустя полтора часа яма была готова, а вот место порыва не обнаружено. Тогда работники благополучно ушли на обед. Приехали только в начале второго. Посовещались и продолжили. Как показывает практика, подобные работы любят оставлять до понедельника. Будем следить и информировать вас о ходе ремонта на улице Нахимова через сайт полевской24.рф. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.